У 30-летнего жителя Великобритании диагностировали опасный вирус. Однако мужчину больше пугает не болезнь, а страх разоблачения. Женатый мужчина заразился во время секретной поездки с любовницей на итальянский курорт. По возвращении домой он явился в больницу с симптомами коронавируса. Анализы подтвердили наличие COVID-19. Мужчина честно рассказал об обстоятельствах заражения координатором Комитета общественного здравоохранения. По словам бизнесмена, он сказал супруге, что уезжает на несколько дней в служебную командировку в другой город. На самом деле он посетил Италию. Его жена пока ничего не подозревает. Она находится на самоизоляции в их роскошном особняке на севере Англии. Это хорошо обеспеченный мужчина, чья работа связана с частыми перелетами. Его случай был бы забавным, если бы не был таким серьезным. Этот человек признался, чем занимался в Италии, и что его жена ничего не знает. Она думает, что подхватил эту болезнь во время своей поездки. Он в слепой панике, но больше из-за того, что его прелюбодеяние будет раскрыто, чем из-за здоровья, рассказал источник в ведомстве. Мужчина рассказал врачам о романе с женщиной, но наотрез отказался раскрывать ее личность. Он сказал, что ничто не заставит его назвать имя своей любовницы. Мужчина думал, что у него есть идеальное алиби, чтобы осуществить свои замысли. Но он не рассчитывал на распространение коронавируса. Пациент чувствует облегчение от того, что успел вернуться домой до отмены рейсов. Иначе это потребовало бы тяжелого объяснения с женой, цитирует The Sun Medica. Италия стала самой пострадавшей европейской страной от пандемии коронавируса. Здесь скончались 2158 человек в возрасте от 39 до 95 лет. Страна находится в изоляции. Итальянские власти рекомендовали воздержаться от всех поездок, кроме самых необходимых. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли сделали крупное пожертвование на помощь пострадавшим от коронавируса. Яна Рудковская рассказала о своих знакомых, которые перенесли заболевания. Ольга Куреленко, у которой тоже диагностировали COVID-19, пожаловалась на переполненные больницы Лондона.